Гарри Гаррисон. День ВМФ. Читает Александр Большишальский. Генерал Уингров смотрел на ряды сидящих, но не видел лиц. Его взгляд был устремлён за предел издание Конгресса Соединённых Штатов. Не задерживаясь в благоухающем июньском дне, он проницал другой день, ещё не наступивший. День, когда армия займёт предначертанное ей место, обретя власть и почёт. Уингров набрал полные лёгкие воздуха и произнёс речь, короче которой, возможно, ещё не звучало в этих священных стенах. Генеральный штаб обращается к Конгрессу с просьбой упразднить устаревшее подразделение вооружённых сил США, известное как Военно-морской флот. Престарелый сенатор от штата Джорджия проверил свой слуховой аппарат, а кресла журналистов в один миг опустили, только слышался дробный топот, затихающий в направлении переговорной. По громадному залу пробежал взволнованный шёпот, одна за другой головы поворачивались к сектору представителей флота, где шеренги, одетых в голубое, возбуждённо шевелились и гудели, словно потревоженные в улье пчёлы. Групка мужчин, окружавших дородного человека в мундире обильно расшитым золотым позументом, расступилась, и адмирал Фитц-Джеймс медленно поднялся на ноги. Его пронизывающий взгляд запросто повергал в трепет всякую мелкую сошку, но генерал Уингров был этому военачальнику не по зубам. Адмирал с отвращением мотнул головой, всем своим видом выражая оскорблённое достоинство. Он повернулся к аудитории. На лбу пульсировала жилка. «Позиция генерала для меня непостижима, равно как и причина такого безосновательного выпада в сторону ВМФ. Наш флот всегда служил и будет служить самым первым рубежом обороны Америки. Я прошу вас, джентльмены, оставить без внимания прозвучавшую сейчас просьбу, так же, как вы пренебрегли бы высказыванием любого человека, который, эм, ну, слегка помутился рассудком. Я настоятельно рекомендую отправить генерала на обследование в соответствующую клинику, а также проверить психическое здоровье всех лиц, причастных к его нелепому демаршу». Генерал ответил со спокойной улыбкой. «Я понимаю, адмирал, что вы несколько раздосадованы. И на самом деле не виню вас за это, однако давайте не будем сводить вопрос общенациональной важности к мелким личным дрязгам. Обращаясь к Конгрессу с просьбой об упразднении ВМФ, армия опирается на реальные свидетельства. Свидетельства, которые будут предъявлены завтра утром». Повернувшись спиной к разъяренному адмиралу, генерал Уингров широким жестом обвел собравшихся государственных мужей. «Приберегите свое решение до указанного времени, джентльмены. Не судите поспешно, пока воочию не убедитесь в силе довода, на котором основана наша просьба. Это конец эпохи. Утром военно-морской флот присоединится к прочим вымершим видам. Птицы, додо и бронтозаврам». Кровяное давление у адмирала скакнуло до новых, рекордных высот, и глухой стук упавшего тела был единственным звуком, нарушившим гробовую тишину в гигантском зале. Первые лучи утреннего солнца согревали белый мрамор мемориала Джефферсона и бликовали на касках солдат и крышках автомобилей, продвигавшихся вперед медленным тугим потоком. Сюда съехался весь Конгресс. Сирены полицейских мотоциклов расчищали дорогу перед депутатскими машинами. Со всех сторон, едва не бросаясь под колеса, наседала толпа государственных служащих и простых жителей столицы. Тут же напирали фургоны радио и телевидение. Микрофоны и камеры были приведены в полную боевую готовность. Все предвещало «Великий день». Вдоль берега, повторяя его изгибы, аккуратными рядами выстроились всевозможные машины цвета хаки. Легкие армейские джипы и вездеходы на полугусеничном ходу тесно соседствовали с тяжелыми бронетранспортерами и шестиколесными грузовиками, хотя и те, и другие выглядели букашками на фоне грозных танков М-60. Посреди этой техники неподалеку от зрителей воздвигли трибуну. Ровно в десять утра генерал Уингроф поднялся на нее и уставился на собравшихся. Под его хмурым взором толпа постепенно угомонилась и воцарилась напряженная тишина. Говорил он недолго и в основном повторял на разные лады, что судят не по словам, а по делам. Полководец указал на первый в шеренге грузовик. Тягач весом две с половиной тонны, в кузове которого, напряженно выпрямив спины, застыли пехотинцы в полной боевой экипировке. По сигналу водитель вдавил педаль газа в пол, приводя мотор в чувство. Заскрежетала трансмиссия, и машина покатила вперед к кромке воды. Толпа дружно ахнула, когда передние колеса тягача со скрипом перевалили через мраморный парапет, а затем грузовик круто устремился вниз, в мутные воды реки Потамак. Колеса коснулись воды, и поверхность как будто просела под автомобилем, приняв в то же время странный стеклянистый вид. Грузовик взревел, увеличивая обороты, и двинулся вперед по реке, а вода проседала под ним, как под намасленной иголкой. В двухстах ярдах от берега машина остановилась. Солдаты, подгоняемые сержантом, высыпали наружу, выстроились в линию и дружно четко салютовали, исполнив прием на караул. Генерал козырнул в ответ и дал знак остальным машинам. Те двинулись вперед, сложно маневрируя. Представлению явно предшествовали многочасовые репетиции на каком-нибудь укромном озере. Танки натужно грохотали по воде, а легковые машины сновали между ними туда-сюда, выписывая замысловатые узоры. Грузовики пятились и разворачивались на месте, точно балерины в пачках. Зрители словно язык проглотили. Выпучив глаза, они все смотрели и смотрели на невероятный парад, а генерал Уингров снова заговорил. «Перед вами типичный пример армейской изобретательности. Последняя разработка наших военных лабораторий. Боевые единицы удерживаются на воде путем увеличения ее поверхностного натяжения в непосредственной близости от себя. Их вес равномерно распределяется по поверхности, что и вызывает небольшие вмятины, которые вы видите вокруг них. Это необыкновенное достижение стало возможным благодаря использованию «дорнификатора» — замечательного изобретения, названного по имени нашего блестящего ученого, полковника Роберта А. Дорна, начальника экспериментальной лаборатории в Брукпойнте. Именно там один гражданский служащий открыл эффект Дорна, под неусыпным руководством полковника, разумеется. При помощи этого изобретения армия отныне будет править на море так же, как и на суше. Колонны танков и армейских грузовиков дотянутся до любой точки мира. Вода — наша магистраль, наша стоянка, взлетно-посадочная полоса для наших самолетов и, конечно же, наше поле боя. Механики сталкивали в воду истребитель «Шутинг Стар». Едва они отбежали, как из сопла вырвалось пламя, раздался знакомый гул. Истребитель, набирая скорость, промчался по реке и взмыл воздух. Конечно же, внедрение такого простого и дешевого способа пересечения океанов будет означать конец нелепого пережитка Средневековья, военно-морского флота. Исчезнет надобность в авианосцах и линкорах стоимостью миллиарда долларов, в сухих доках и прочем громоздком хламе, что удерживает на плаву эти утюги. «Вернем налогоплательщику его потом и кровью заработанный доллар!» Представители флота заскрежетали зубами, услышав, что авианосцы и линкоры называют утюгами, а прочие составляющие военно-морских сил, видимо, проходят под уничижительным обозначением «громоздкий хлам». Еще пуще скривились они при упоминании кармана налогоплательщика. Однако со свинцом на сердце эти джентльмены сознавали, что весь их праведный гнев и презрение не принесут пользы. То был день армии в полном смысле этого слова, и рог, нависший над флотом, казался неотвратимым. Армия весьма тщательно спланировала то, что получило название «Операция Пробоина». Генерал еще не закончил речь, а жернова общественного мнения уже закрутились на полной скорости. От одного побережья до другого американцы поглощали утренние новости вместе с завтраком. «Агнес, ты слышала, что по радио сказали? Военный подарит кругосветное путешествие на бомбардировщике Б-36 победителю в конкурсе лимериков. Всего только надо дописать последнюю строчку и отправить один экземпляр в Пентагон, а другой в штаб флота». Почтовая служба военно-морских сил получила строгий приказ сжигать все присылаемые лимерики, однако кто-то из новобранцев, видимо, счел все происходящее хорошей шуткой. Капитан Буллман нашел один такой лимерик в столовой. «Ты, везде наша армия лучше, в небесах и в морях и на суше, так с какой стати флот твои деньги гребет?» К этому водоплавающий стихоплет приписал. Но матрос ни шиша не получит. Ежедневно газеты наводнялись фотографиями могучих бомбардировщиков Б-36, совершающих посадку на озере Эри, или ухмыляющихся солдат, десантирующихся близ Кони-Айленда на воду в рамках учений. У каждого на поясе жужжала черная коробочка. Они вышагивали по глади успокоившиеся к этому времени Атлантики, точно библейские пророки. По радио и телевидению передавали тысячи информационных сообщений, неиссякаемым потоком изливавшихся из Пентагона. Вашингтон захлестнула волна открыток, писем, телеграм и посылок. Тогда как военно-морское министерство получало только примирительные послания и бесчисленные картонные модельки линкоров. Народ говорил, а его избранники внимательно слушали. В этом году предстояли выборы. Казалось, никто не сомневается в том, каким будет окончательное решение, особенно если на повестке дня стоит сокращение бюджетных расходов. Конгрессу понадобилось всего два месяца, чтобы определиться со своим коллективным мнением. Народ единодушно поддерживал армию. Оригинальность идеи будоражила общественное воображение. Палата представителей уже подготовилась к итоговому голосованию. Если поправку примут, она будет передана на ратификацию в Загонодательное собрание штатов, а там уж точно не пойдут против решения Конгресса. Военно-морские силы проиграли свой последний решительный бой. Результат голосования был понятен и так. Очень скоро водоплавающий флот станет достоянием древней истории. Тем не менее, адмиралы отчего-то вовсе не выглядели убитыми горем. Военно-морское ведомство попросило позволения обратиться к Конгрессу. Конгресс снисходительно позволил. Ведь даже приговоренному к смерти позволено сказать последнее слово. Выступить поручили адмиралу Фитс Джеймсу, уже оправившемуся от удара. Уважаемые члены Конгресса Соединенных Штатов, у нас на флоте есть давняя боевая традиция. Мы говорим «к черту торпеды» и полным ходом плывем прямо под огонь противника, если это необходимо. Нам воткнули нож в спину. Такому коварному нападению мы подверглись впервые со времен Пёрл-Харбора. Этим грязным приемом армия лишила себя всякого права на честный поединок. И по этой причине мы наносим ответный беспощадный удар. Утомленный своими наступательными метафорами, адмирал промокнул лоб. Наши лаборатории денно и ночь натрудились над совершенствованием устройства, которое, как мы надеялись, нас никогда не вынудят применить. Теперь оно готово к использованию. Последние испытания успешно завершились несколько дней назад. Значение этого устройства не следует недооценивать. Мы настолько уверены в его необходимости, что требуем упразднения армии. Он махнул рукой в сторону окна и рявкнул одно единственное слово. «Смотрите!» Все посмотрели. На мгновение зажмурились и снова посмотрели в окно. Тёрли глаза и таращились опять. По Конститюшн-авеню, прямо по разделительной полосе, величественно плыл линкор Миссури. Голос адмирала торжествующе гремел, раскатываясь по залу рёвом победного рога. Разжижитель первой модели, как видите, временно уменьшает энергию связывания, которая удерживает вместе молекулы. Твёрдые тела превращаются в жидкости. Корабль, оснащённый таким устройством, может плыть по всему миру. Как по воде, так и по суше. Ну что же. Голосуйте, джентльмены. Мир ждёт вашего решения. Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонёчек. Это поможет Ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое!